Привет, ребят! Меня зовут Эль, и я рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я хочу показать вам Москву, какой она стала после изоляции. Вернее, скорее всего, во промежутках между изоляциями, подсказывает мне моя жопа, что жопа еще не закончилась. Так, первый раз буду спускаться в метро. В метро я была последний раз 21, по-моему, апреля или 23 апреля. Я уже сбилась со счету, когда я была последний раз в метро. Интересные ощущения. Не знаю, стоит ли делиться такими мыслями или нет. И какое-то у меня такое, знаете, грустное очень ощущение полного мирового... И что он еще не закончится долгое время, пока люди не начнут просыпаться и видеть правду. За огромными-огромными слоями лжи, с приправленной чуть-чуть-чуть-чуть правды. Как? Как солгать? Круто. Да? Это возьмите правду. Вернее, возьмите ложь и приправьте ее правдой. Припрашивайте. Метро сделали вот такие разметки. Смотрите. И надписи «Более свободный вагон». Вышла я на метро «Пушкинская». Первые мои дни, просто секунды, минуты в Москве за очень долгое время. И там, кажется, собирается дождь. Народа много. Ну, не так, чтобы прям очень, как вы видите. Но давайте погуляем с вами и запомним ее такой. На улице очень много полиции. Она везде стоит просто в засаде. В машинах никого нету. Ну, вот тут даже полицейский участок. Кстати, а почему на улице много полиции? Около полицейского участка. Странно даже как-то. Что-то я тут... Слона-то и не приметила. Посмотрим, может, в других местах я поменьше. Не успела я выйти на улицу, как начался дикий дождь. Просто гроза. И приходится прятаться вот под такой крышей. Жалко, не подумала снять вам грозу. Здесь все полыхало, молнии, дождь, ливень. Вот видите, лужи. До сих пор все капает. Все кафе продолжают быть закрытыми. И в этом большая сложность. Когда идет дождик, некуда спрятаться. И для меня самая большая проблема – это сходить в туалет. Невозможно, потому что все закрыто. Дождик идет теплый. Он все равно неприятный, он мокрый. А вот от этой сирени такой запах потрясающий. Прям хочется здесь стоять и не уходить. Мне кажется, дождик усилился, кстати. Ну, идем с вами, друзья, гуляем дальше. Людей на улицах мало. Здесь много факторов. Пандемия, погода, закрытые кафе и парки. И отсутствие возможности посидеть на лавочках. Кафе готовят летние веранды. Те кафе, у которых они есть, в данных реалиях выигрывают гонку за выживание бизнеса. А что делать тем кафе, у кого их нет? Вспоминается фраза из сериала «Альф». Это я такой чувствительный? Или в воздухе действительно пахнет напряжением? В Москве им просто воняет из всех щелей, дверей, окон, магазинов и кафе. Еще и погодные условия. Природа оплакивает упущенные возможности. Очень-очень важное сообщение, братцы-кролики. В общем, туалет есть в детском мире. Если что, если вы гуляя по Москве и не знаете, куда зайти, то есть детский мир. Перед нами Никольская улица, некогда самая пафосная и заполненная народом. Сейчас здесь три калеки, две чумы. Как бы это актуально прозвучало. Вот улица. Гуляем дальше. Дождь почти прекратился. Ноги мокрые. Но это нам не помеха. Мы движемся в сторону Красной площади. А еще, ребята, вот там, видите, столбы горят. Нам, наверное, не видно. Это нововведение. Видите, перегородили улицу. И сдается мне, чтобы не ездили машины несанкционировано. Ладно, мы выдвинулись, придвинулись к Красной площади. И что мы видим? А мы видим уже трибуны смонтированные для парада. Готовится парад. Давайте посмотрим Красную площадь, подготовку к параду. Куранты бьют. Там уже трибуны смонтированы. А здесь еще идет монтаж. А, или просто укрыли, точно. Их накрыли чем-то. Гум, как всегда, светится. С ним ничего. Ничего не происходит. А здесь монтируют сцену. Даже слов нету. Наверное, нужно как-то комментировать вам, ребята. У меня какая-то минута молчания просто, понимаете? Мавзолей закрыли вот этими плакатами. Мы, Россия, мы вместе. Знаете, странное ощущение вызывает эта фраза в связи с событиями последних месяцев. Фраза «Мы, Россия, мы вместе» звучит как насмешка. Здесь будет еще какой-то вход. А вот там красивый такой закат. Закат и на фоне музей. Исторический музей, по-моему, да. И летают чайки. Чайки над Москвой. Необычно видеть Красную площадь такой пустой. Без огромного количества туристов, киосков с сувенирами и ярмарки. Теперь я выезжаю в Москву только с термосом и туристическим сидением. А еще вот прям смотрю и диву даюсь. Какой у нас социально осознанный в России вирус. Во время выборов и парада он подождет. А что, теперь его очередь сидеть дома. Когда в 13 лет я первый раз увидела Красную площадь, я немного удивилась и даже огорчилась. Она оказалась такая маленькая. Вернее, намного меньше, чем я себе представляла. По телевизору ее показывают большой, прекрасной, многолюдной. А в жизни она вовсе не такая уж и большая. Но это магия широкоугольных объективов. Кстати, у меня сейчас тоже широкоугольный объектив. Поэтому площадь кажется вам намного больше, чем она на самом деле есть. Решила я посетить Зарядье, но Зарядье пока закрыто. И здесь вот такая табличка. Уважаемые гости, в связи с расширением ограниченных, ограничительных мер по борьбе с вирусными инфекциями, парк закрыт. Будьте здоровы, скоро увидимся. Вот, в связи с расширением ограничительных мер. Напишите, как вам, нормально звучит? Ребята, смотрите, что мы обнаружили. Вот листья березы. Вот береза. Обычная. Береза обыкновенная. А вот это, что это такое? Так, надо пониже веточку найти. Вот, сейчас мы с вами проведем анализ. Смотрите, какие ветки. Вернее, смотрите, какие листья. Ой, не видно. Смотрите, какие листья. Странные, кучерявые, как у клена, только вытянутые. Как так? Что с ней не так? Скажите мне, люди. Что не так с этой березой? И вот стоит тоже. Вот они, листики. Резные, чудесненькие. А вот тоже обычная береза снова. Загадка! Загадка века просто! Здесь тоже все изменилось. Сделали эти столбы. Их раньше здесь не было. У меня такое ощущение, что со всех сторон Клорастную площадь огородили, чтобы на нее ни в коем случае не попала тяжелая техника. На удивление, открытый магазин со сладостями. Это просто, не знаю, для кого-то рай, для кого-то ад сладкий. Здесь конфеты, мармелад разных величин, вкусов. Уважаемые покупатели, фото-магазин только в масках и перчатках. И все закрыто. А раньше, видите, закрытой фольгой? А раньше здесь было прям все открыто, и можно было набирать просто пакеты. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И будет еще очень много всего интересного. А еще напишите в комментариях, как вам новая Москва. От сердца к сердцу. И встретимся с вами в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok